приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание народным приметам на 24 августа обращаем ваше внимание что в этот день на 4 августа православная церковь вспоминает святых евпатий и евпла а вот в народном календаре этот день назвали как евпатий калаврат также обращаем ваше внимание что этот день считается один из самых страшных и мистических в году в этот день очень много запретов и ограничений к которых мы с вами далее поговорим давайте теперь все более подробно и по порядку и так 24 августа крестьяне вспоминает мученика евпла сам мученик проживал в первом веке сицилийском городе катании служил архидиаконом всю жизнь он посвятил тому что проповедовал язычникам и при любой малейшей возможности православную веру божью в одной из проповедей святого схватили и представили перед судом согласно легенде сегодняшний праздник 24 августа появлялся на болоте белый красивый конь с большой светлой гривой который будет с круглыми и измученными глазами нервными повадками в поиске своего погибшего всадника а к ночи тот самый конь проходится по кладбищем проверяет все ли там порядке даже были слухи что кто-то пытался даже с поймать этого коня но у тех так ничего не вышло люди пытались найти это мифическое существо среди лесов и кладбищ ориентируясь на странный свист громкое пение и туман который будто бы прикрывал коня от лишних и любопытных глаз появление коня в том или ином месте в то время могло означать только одно столкновение драки и побои еще потому как при битве русских князей против татар на поле выехал здоровый богатырь который на своем белом коне и положил много врагов с тех пор конь ищет своего хозяина погибшие от него татары поют и свистят вдогонку по народной традиции людям на празднике в пати было привычно заниматься стрижкой овец крестьяне рассчитывали так что до наступления холодов барашки снова обрастут и не будут мерзнуть зимой да и говорили что святой евпла овцам шерсть давал а люди как раз успевали к наступлении осени что-то теплое связать а некоторые мастера и рукодельницы даже делали валенки еще в этот день 24 августа почитается память преподобным ученикам феодора и василия печерских которые в одиннадцатом веке подвязались в ближних вещь пещерах киева феодор все свое богатство раздал нищим удалился в монастырь и жил в варяжской пещере много лет провел он в строгом воздержании но потом начал сильно оскорбить о разданном имение утешить его смог святой василий живший вместе с ним в келье святым василию и феодору молится об избавлении от аллочности жадности и сребролюбия также мы оставим в описании к этому видео молитвы которые вы можете почитать 24 августа также 24 августа как мы уже сказали ранее отмечается день евпатия калаврата и этот день в народе еще прозвали как темный и белый конь по все потому что согласно легендам в ночь на ем в евпла на могилах ходят привидение воюют свистят и поют песни из болота выскакивает белая лошадь которая жалобно плачет и бегает по могилам поэтому этим днем 24 августа старались наши предки избегать болотистых местностей потому что на болоте как они говорили творятся чудеса слышны песни а нет никого сегодня можно встретить призрачного коня который ищет своего всадника человека попавшегося ему на глаза он унесет в преисподню на болотах и кладбищах в этот день загорались блуждающие огоньки верили что это выходит на волю души самоубийств утопленников и людей у умерших неестественной смертью их не пускает ни в рай не в ад и приходится им скитаться среди людей особенно от них доставалось пьяницам которым они могли явиться воочию и сильно напугать поэтому 24 августа ни в коем случае нельзя было употреблять спиртные напитки на рыбалку и к водоемам тоже не стоило ходить так как считалось что утопленники могут воду затащить в целом народный праздник 24 августа к сожалению считается несчастливым по давним верованиям в эту дату по земле ходят привидения и неупокоенные души считала что больше всего призраки не любят пьяниц поэтому в эту дату старались люди не пить вообще никакого алкоголя а что же нам расскажет погода вы знаете каштановые листья если были в этот день мокрые липкие тот говорил о том что в ближайшее время пойдет сильный дождь ивовые деревья истекали соком перед наступлением дождя к непогоде деревья старались все сухие ветки свои скинуть и остаться налегке богатый год на орехи сулит бедный и скупой год в плане урожая ягоды на рябине говорили о предстоящей дождливой осени а когда их почти не было видно то сухой и грустной большое количество желуди предвещало теплую зиму да и холодные ветра по-видимому просто обошли стороной ну а ранее зима будет когда птицы направляются уже в теплые южные страны к ненастью начинал капать дождь при восходе солнца а если туман стелился на поверхность водоема то будут приятные теплые ближайшие дни также и ветер прекращался когда дело шло к теплой погоде сегодня была традиция собирать облепиху всей семьей в крайнем случае даже если мужчина не принимал участие то женщина с детьми были обязаны этим сегодня заниматься согласно поверий 2 4 августа облепиха уже должна была созреть и люди с раннего утра шли в лес собирали ягоды уже к полудня возвращались с багажом энергии и собранными корзинками ягод домой женский пол сразу же мыли эти ягоды делали чай облепиховой закручивали варенье иногда даже сушили ягоды сухофрукты также добавляли в чай зимой измельчали добавляли в пироги и булки для вкуса и аромата иногда клали возле вещей чтобы они имели приятный запах говорили что сегодня не стоит пить так как погибшие татары могут узнать об этом и строго наказать человека не знаю правда это или нет но думаем что стоит все таки придержаться этой народные приметы и действительно постараться не пить сделайте сегодняшний день традиционный без алкоголя и чего-либо вредного в кафе закажите себе вместо вина например приятный фреш милкшейк или по классике чай кофе на выбор а вместо стейка замаринованном в коньяке предпочтите лучше салат заправленный оливковым маслом или даже кефиром почему бы и нет никогда не поздно и всегда полезно попробовать что-то новое для себя очень много вариантов того что может удовлетворить ваши желания и побаловать своими вкусовыми и интересными свойствами да и возможно из того что вы попробуете сегодня вам так понравится что вы захотите это повторить через несколько дней а может даже завтра также не рекомендовалось в то время ходить и гулять в одиночестве особенно в позднее время суток нечисть могла легко в качестве баловства чем-то вам насолить и хорошенько напугать поэтому направляясь куда-либо не забудьте собой захватить кого-нибудь во первых будет куда веселее чем идти одному а во вторых будете явно увереннее себя чувствовать и к вам уже точно никто не пристанет 24 августа наши предки говорили о том что было запрещено купаться в речках в озерах и других водоемах во избежание неприятных ситуаций если хотелось очень сильно искупаться то стоило снова же быть вместе с кем-то чтобы не произошло беды люди даже не ходили на водоем сегодня стирать так как такое событие переносили на потом и даже не тратили на это время но и лениться не стоило сегодня это было дурным тоном и считалось неправильным с таких людей насмехались на них показывали пальцем и даже смеялись ни в коем случае не рассказывали сегодня о своих страхах так как это считалось слабостью жаловаться на жизнь тоже не рекомендовали такой жест показывал только людей которые были слабые духом винить никому нельзя а умный знающий человек всегда будет уверен только в себе знал что кроме него вряд ли кто-то решит его же проблемы поэтому люди становились и просто на всего делали люди были честны с собой никогда свои проблемы не перекладывайте на чужих людей и не ждите помощи рассчитывайте только лишь на себя и помните что если хотите чтобы что-то было сделано хорошо сделать это сами собственными руками именины 24 августа празднуют и отмечают люди с именами александр василий макар максим мария марк мартин и федор рожденные 24 августа то люди по знаку зодиака будут дева именинники этого дня очень деловитые постоянно ищут выгоду для себя умеет хорошо и зарабатывать по характеру правда не скрытые немного хитрые любят учиться и читать тоже очень любят природу и животных среди них много и долгожителей а вот сны увиденные с 23 на 24 августа несут нам интуитивное понимание вещей в эту ночь обычно снится правда то как обстоят дела на самом деле на сновидении этой ночи нужно обратить особенное внимание тем кто в чем-то сомневается правда картины могут быть метафоричны чтобы правильно так трактовать их нужно после пробуждения обязательно записать увиденное также в эту ночь могут сниться конкретные образы которые будут толковаться одинаково для всех также в этот день наши предки проводили обряд от жадности как они это делали для того чтобы избавиться кому-то из членов семьи от алчности и жадности которые мешали счастливой жизни 24 августа надо было взять столько бумажных купюр сколько человеку лет и положить их левой рукой в библию открытую на любой странице далее взять библию и сказать следующие магические слова василий федор вы найденное злата не брали от соблазна свою душу избавляли так пусть и раба божия жадным перестанет быть один как поскорее дайте ей позабыть пусть каждым днем добреет полученное богатство не жалеет аминь теперь деньги можно было достать на часть на них купить сладостей которые отнести в церковь и раздать вместе с небольшой суммой нуждающимся и уходить нужно не оглядываясь и не разговаривая ни с кем далее прийти домой трижды прочитать молитву отче наш у иконы божией матери а после на оставшиеся деньги купить продуктов для алчного человека и накормить его имя также в этот день проводили обряд чтобы разбогатеть и так нужно 24 августа во время стрижки овцы глядя на клоки шерсти сказать такие слова шерсть овцы сошла не подсчитать так пусть и я к своим деньгам счета не буду знать ключ замок язык один кулачок шерсти необходимо было спрятать вместо где хранятся сбережения что же можно было делать 24 августа по народным приметам дело в том что считалось что святые феодор и василий покровительствует в этот день уходу за домашней живностью мужчинам рекомендовалось 2 4 августа заняться стрижкой овец чтобы те успели обрасти новая шерсть до наступления холодов считалось что из шерсти состриженные застриженные в это время получаются самые теплые валенки женщинам советовали вычесывать кошек и собак а из собранной шерсти изготавливать пояса талисманы и обереги теперь давайте поговорим о том что же нельзя было делать 24 августа и так день федора и василия запрещалось ходить на кладбище иначе там можно было встретить белого коня который бегает по могилам в поисках своего всадника который может забрать в преисподнюю того кто посмеет стать у него на пути не стоит в день федора и василия ходить на болото так как в этот день там бродит души утопленников самоубийств или же те кто умер не своей смертью они никак не могут попасть не в ранее в ад поэтому из китаются среди людей сильно их пугая вплоть до заикания нельзя в этот день было употреблять и алкогольные напитки так как человеку который находится в нетрезвом состоянии может явиться нечисть и унести в чистилище и перед этим темные силы могут довести выпившего до сумасшествия не рекомендуется в виде в этот день ходите на рыбалку утопленники могут затащить рыбака воду наши предки по этой причине вовсе не ходили к водоемам в этот день также нельзя сегодня стричь овцу новыми ножницами иначе она до холодов таки не обрастет густой шерстью нельзя 24 августа выбрасывать вычесанную шерсть котов и собак из нее до замужние женщины могут сделать разные обереги девушкам же браться за эту работу точно не стоит запрещено в день федора и василия зажигать в доме не освещенные в церкви свечи считается что их пламя может принести неприятности и несчастья ссоры родственников разногласия супругов бедность голод а также измены и обманы близких людей также обращаем ваше внимание что сегодня не стоит сквернословить ругаться и думать негативном русле потому что в такой вот страшный тяжелый день вы можете вот это все негативное ужасное плохое привлечь свою жизнь помните о том что наши мысли имеет очень важное и нужно сакральное даже значение для каждого человека вот такой вот день у нас с вами 24 августа мы надеемся что наши советы наши рекомендации вам помогают жизни обязательно поделитесь этим видео с теми кому вы знаете что это видео и эта информация будет полезна и важно всех вам благ услышимся с вами уже буквально в следующем видео